Кармен Мартин на правом фланге. Начинает у Испании на левом, по-моему, Солидат Лопес. Альмудена Родригес в позиции правого полусреднего. Нам показывает сборная Аргентина, которая будет защищаться. Какая-то Элпикарский на ваших экранах была крупным планом. Та гонболистка, о которой я говорил. Ну, безусловно, лидер сборной Аргентины. Чем еще интересен этот поединок, ну, обмениваться такими девушками рукопожатиями, приветствия тем, что шесть игроков из национальной сборной Аргентины играют в испанских клубах. Ну и давайте разбираться с составом хозяек. Так, атакующий вариант. Родригес на позиции правого полусреднего. Бросок. И вот не прошло, ну, чуть более 30 секунд. И Кабрал. Александрин Кабрал, левый полусредний сборной Испании открывает счет в матче. Гол не заставил себя ждать. Аргентина. Карсон располагается на позиции левой полусредней. Вот она сейчас с мячом. В розыгрыше 18 номер. Макарена Санс. Малена Кава на позиции правого полусреднего. Нет, меня сейчас останется у Аргентины. Луси Далле Кродэ на позиции левого фланга. Хорошая комбинация. И, пожалуйста, Росари Урбан Медель. Автор заброшенного мяча. Правый фланг. Южноамериканской сборной. Нарушение правило со стороны Сильвии Ордериус. И вот этим подарком воспользуется Кабрал. 2-1. Беспечная такая передача. Непонятно там. Санс неужели не видела, что уже Кабрал стоит на перехвате и готова рвануть вперед. 2-1. Легко дался второй мяч хозяйкам чемпионата. По центру пробует Аргентина пройти. Не получается пока ничего. Джулиана Гавилан на позиции линейной. А вот у испанок мы так не... По-моему, там Эрнандес играет. Айно Эрнандес. И здесь было нарушение правил. Повтор мы только что видели. Ордериус. Но Родригес. Кабрал. Родригес не стала бросать. Кабрал на фланг. Ну, достаточно острый угол был для атаки. У Кармен Мартин. Пыталась она улучшить позицию, выпрыгивая. Марисоль Карату в воротах аргентинской сборной. Первое предупреждение в матче. Родригес его получает. Мощная баллистка. А, нет. Это Каба. Касама. 33-й номер. Показал, что 39-й. 33-й номер сборной Испании. Под центр обороны. Работает. Кабал. Кабал. Ух, какой хороший бросок. Не успел он на него на самом деле. А может быть и за ним коснулась мяча. Сильвия Наварро. Если покажет повтор, мы с вами это увидим. Очень резкий бросок получился. Хороший. У Малины Кабал. 2-1. Ну, пока только Александрин Кабрал. Отличилась у сборной Испании. Неспешный розыгрыш. Пошло перемещение. Успевает. Нужно американки остановить на сей раз Кабрал. Не дали ей бросить. Ардериус на Кабрал. Ну, это разочек фланг подключили к позиционной атаке. Испанки. А вот сейчас очень сложный мяч был. И Карату справилась с броском с близкого расстояния. Морисоль Карату. Похоже, замена у сборной. Или нет. Просто сбегло. Крадо выслушает указания. От главного тренера вернулся на свою позицию на левый фланг. Карстен. Ну, по центру очень тяжело. Я думаю, уже обратили какой-то мощный редук. В лице Гассаны стоит. Ну, а здесь уже арбитр Страги. Санс получает две минуты. Не Санс, а кто-то из сборной Испании. Санс как раз рвалась к воротам. Хозяек чемпионата мира, которые сейчас играют в меньшинстве. Ну, похоже, там нарушала правила Ордериус. Инаки. Негодующий будет зал. Давайте посмотрим повтор, что здесь было. Ну, защита в шестиметровой зоне. Там кроссовок залез у Маркинова. На вратарскую. Костоланс. На площадку. Чтобы попытаться парировать семиметровую в исполнении. Элки Карстен. Та переигрывает галкипера сборной Испании. 2-2. Достаточно быстро. Испанки забросили первый мяч. Чуть более 30 секунд прошло. Если быть точнее, 32. 2-2. Потом вновь Кабрал отличился. Уже перехватив мяч в центре площадки. И вот что-то туговато. Дальше пошло все. Сборная Испании здесь очень неплохо сыграли в обороне. Аргентина. Но, к сожалению, по инерции там 13 номер аргентинской сборной. Это Джулиана Гавилан залезла в шестиметровую зону. Немножко бросок. На сей раз не с близкого расстояния. Чуть подальше было. Но Родригес здорово попала. 3-2. Напоминаю, что в меньшинстве еще сборная Испании. Карстен. Пробежка у нее. Нет, не получается контратарка у сборной Испании. Нет, говорит, кажется, не было у меня пробежки. Восьмой минуту первого тайма. Испания в атаке. Родригес на фланг. Не обостряет обстановку. Мартин. Решил отдать мяч на заднюю линию. Ардериус на площадке. В полном составе сборная Испании. Ну, проходит пока впечатление производит Аргентина. Немножко бросок. Родригес уже трики по счету. Тут только один заброшенный мяч. Санц. На фланг. Остается у Аргентины. На две минуты. Насереса Гассама. Отправляется вынужденно отдыхать. Ну, так, сунула на руку. Возможно, вот как раз этот момент. Локтем попало по лицу. На Карени Санс. Главное удаление подряд. У Испанок. Карстен. И перехват. Здесь четко все сыграли. Кармен Мартин. Вторая контратака. Гассама. Испания. Для самараганской мячки запасных. Ну, было. Две вот ошибки. В передачах обринулись для... Ну, и сборной Аргентины двумя пропущенными мячами. Ох, какую передачу сейчас Локтем Карстен сделала. Джулиана Гавеллан отличилась с Аргентиной. Давайте сейчас посмотрим многим моментом. Да, своевременную и достаточно удобную для того, чтобы сразу обработать мяч и отправить его в ворота. Что и сделала Джулиана Гавеллан. Четыре-три. Чуть меньше минуты еще играть Аргентине. В большинстве. Соответственно, Испанком в меньшинстве. Но при пустых воротах, надо полагать, если в шестерой мы видим ворот соперника. Уже не первый раз фиксируют российские рефери пробежки. То одной, то другой гонболистки. Карстен. Это третья потеря по счету Аргентины. Две из них обернулись голами. Но вот сейчас, ну, в общем-то, и хозяйки чемпионата не форсировали события, не рванули вперед. Видимо, помятую, что они в меньшинстве. И спешить, наверное, не нужно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ильзабет Цесарио на позиции линейного у Испанок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ильзабет Цесарио на позиции линейного у Испанок с мячом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо. Две минуты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, Джулиана Гавилан отправилась отдыхать. Деревжа Испания в большинстве. Кармен Мартин реализует семиметровый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При пустых воротах Арменькина на половине поля испанской сборной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В розыгрыше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Микоэло Касасоло вышло в Аргентине. Ну, получается, удалена у нас Макарана Санс. Я подумал, что Джулиана Гавилан. Нет, Макарана Санс получил двухминутный штраф. Не успевает Кабрау сделать передачу налево. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, через фланг попробовать. Нет, вот здесь. Да. Но Вадригес не идет бросок. Один раз попало. Ну, если я ошибаюсь, уже четвертый по счету. И из выгодной позиции. Мудрился даже в ворота не попасть. Ну, Хосе Игнасио Прадос нам его показали крупным планом. Додает указания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 5-3. Чтобы давненько не забивала ни та, ни другая команды. Карстен. Касасола. Карстен. Касасола. Нет, по центру там не прорвешься. А вот здесь хороший перевод. И здорово там завершает. С вланга. Дроссарио Рубан-Бедель. Эту комбинацию своей команды. Дроссок в ближний угол. Минимальное преимущество испанской сборной. Она в атаке. Родригес не поменял пока Соль. Родригес на позиции правой полусредней. И главный тренер сборной испанский. Ну, там и Спинола может сыграть. Может сыграть Аркус. Но пока они на скамейке запасных. Родригес по-прежнему на площадке. Здесь хорошо кто-то из Аргентинов поборолся за отскок. И так уже скользил в падении за пределы площадки. Но успел сделать передачу назад в Ротарев. Ну, вот опять же, момент чем-то был похожий, да, на тот, который был Мартин несколькими минутами ранее. Такой же достаточно острый угол. Тяжелое завершение. Не получилось у капитана сборной испании. Забросит шестой метод своей команды. А здесь очень неплохо. На скорости хорошо. Но в игрока. В игрока. Вырезается Лусяна Мендоса. Очень цепко играет. Аргентин в защите. Ардерриус. По центру. Вновь она. Активно, но вот пока для команды пользы мало. Присел Хоса Игнасио Брадес. И снова пенальт. Уходит из аргентинских ворот Миросоль Карату. Внутри воротаря. Аргентин, мы заверим на турнир. София Лейла Ниньдьон. В падение забивает Мартин Кенаки. Реализует второй северный метровый. 6-4. Ну, тяжело даются голы. И Испания, Аргентин. Несколько перестроились в защите испанки. Защищались так классически 6-0. Сейчас с переходом на 5-1. Да, неожиданно здесь все получилось. Я не думаю, что мяч на фланг адресовался. Но, тем не менее, долетел он до Луси Далле Кроде. Да, здесь хотели изобрести комбинацию парашют. Не получилось. Но, тем не менее, повезло в этой атаке. Там, кстати, против Санс достаточно грубо. Взяли ее в коробочку и испанки. Сыграли. Гол состоялся, поэтому медлой нужды не наказывали кого-то. Вот и сбил с прицелу Кабрал. Ну, 6-5. Половина первого тайма уже позади. Отличная позиция у нее была. Никто не мешал. Ни бросок мимо ворота. Ну, я уже в начале трансляции говорил, что на любых вот таких официальных соревнованиях, будь то чемпионат мира или Европы, всегда очень сложно начинать. Даже, как и данный момент, что Испания причисляет фаворитом. Безусловным фаворитом, тем не менее. Мы прекрасно видим, что если шею ступает Аргентин, то немного. Сейчас по центру. Айона Эрнандес продавила защиту соперника. Ну, не совсем по центру. Не забила бы. Наверняка был назначен еще один 7-метровый в Аргентинские ворота. Два мяча преимущества. У сборной Испании вот такой плавающий счет. Два-один. Два-один. То два мяча ведут. Хозяйки, то один. Очень здорово сыграл индивидуально. 25-й номер. Это Микаэло Касасоло. Уходил до опеки. Бросал уже в падение. Костелан изновь в воротах испанской сборной. И на опережение бросает Карстен. И 7-6. Без шансов здесь для вратаря. Но все-таки произвел замену. После Игнасио Прадес на позиции право-полусреднего Юрия из Пинала вышла. А вместо Алмуден и Родригес Кабрал на площадке и Похоже, там замену на позиции развивающийся. Отечественное множество Кармен Кампус. Вышло. На ваших экранах. Крупным планом как раз. Ну вот у нее получше получилось. Броском, нежели у Силия Ардериус. Первый бросок и сразу мяч в воротах. На 8-6. Казасола. С мячом. Аргентина чуть-чуть, наверное, полу-мач не потеряли. Три потери, конечно, недовато у них было. Ух, как здорово здесь. Все сложилось-то, а? Спешит назад. Анатон Каво не успел. Не успел занять свое место в обороне. Видимо, обстоятельства воспользовалась. Кенефер Декерас. Пытается кричаться до своих подопечников. И сейчас на площадке. Главный тренер сборной Испании. Да, и вот мы видим в защите, что испанки далеко уже выдвигаются вперед. Кому здесь отдавать, некому. Но есть 9-метровый свободный. Подальше. Нет, вот опять прижались на 6-метровую линию испанские гонбалистки. Ну, пока вот в этой обороне у них неплохо получается. Мало никого. Сейчас на позиции право полусредней. Передача Кану. Очень тяжело. Разрешение на английском сопернице оказывается Гавеллан. Долго уже так идет Аргентина. А это может быть удаление, нет? Да, Кабрау. Две минуты. Очень грамотно оценили эпизод. Российские рефери не стали сразу давать свисток. Там было нарушение. Вот как раз этот момент. Подождали, когда закончится. Все дело броском. Так, 7-метровый. И еще одна удалительная испанская сборная. Ну, пожалуйста, Налара осталась в воротах. И справляется с броском. Карстер. Пунтовой вратарь с очень хорошей реакцией. 9-7. Ну что, Шансу Испания увеличит свое преимущество. До трех мячей. Впервые в матче. Эспинова. Мартин. Кампос. Бросок. Ну, мне же идет прямо в руки. Карату. И Налара. Несмотря на то, что летела просто в ворота. Не успела. Да, здорово здесь и отметим. На самом деле, что не стала Карату бросать сама. Хотя прекрасно все видела, что ворота испанской сборной были пустыми. И передача в центр площадки. На Карстер. Ну, а та уже с более близкого расстояния отправила в мяч. Ворота. Куда так торопилась Сергей Наварн. 9-8. Бросок. Мяч попадает в перекладину. Замывает вверх. И остается в руках у Карату. Специально к чемпионату мира реконструирован этот зал в Торне-Вьехе. Более 4 миллионов евро было выделено. На реконструкцию вмещает он около 3 тысяч зрителей. Но есть свободные места. Но их немного. Их немного. Естественно, свою национальную сборную местные жители пришли поддержать. Есть болельщики Аргентин. На них тоже показывали. Поднятый вверх. Руки Арбитров. Туда и бросать. Пробежка там была. В четвертый раз уже. Арбитный. Фин ошибается. Впереди. Набыл шанс сравнять счет. Ну, перемещения испанской сборной. Они вроде бы так и разнообразны. Но, тем не менее, вот угрозы, они для защиты южноамериканской сборной не таят. Все это легко читаемо. Что здесь такое? Будем разбираться. Похоже на то, что незадолго до потери тайм-аут пробовал взять просто Игнасио Прадес. Герман Копатич. Ну, вот, филарь Большой. Градон Мачевский. Официальные лица на этом матче. И желтую карточку. Предупреждение. Предположу, что брал право стайм-аут уже не на своей атаке. Понять же, что он был у соперника. Еще шанс у Аргентины сравнять счет в этом матче. Казасола. Ну, чест тайм-аут. Запросил его уже наставник аргентинской сборной Эдуардо Гальярдо. Девятый год он в руля национальной команде. Вряд ли он что-то видит слышно. Хотя, может быть. И даже видно. При смене букмекера встречаешь серию пугающих препятствий. И не можешь быстро пройти регистрацию. Хватит терпеть этот цирк. Винлайн представляет легкую регистрацию. Для перехода достаточно номера телефона и даты рождения. Переходи сейчас и получи фрибет 2000 рублей. Винлайн. Букмекер без фокусов. Делай ставки в Экспресс-экстра и получай бонусы до 50%. Экспресс-экстра Двинлайн. Это не игрушки. Кредитная карта Альфа-банка 100 дней без процентов. Бесплатное обслуживание и бесплатное снятие наличных. Альфа-банк. Для умных и свободных. Симптомы простатиты и аденомы не должны меня отвлекать. Витапрост восстанавливает работу простаты, а не просто устраняет симптомы. Витапрост. Потому что работает. Новый год вкуснее Слэйс. В М-Видео скидки 50% на второй товар встраиваемой техники. М-Видео. Где найти справедливость, когда цены в магазинах растут быстрее ваших сбережений? В Совкомбанке. Здесь справедливая ставка по вкладу помогает вашим деньгам расти, а не обесцениваться. Вот такая она справедливая ставка по вкладам. И вот за это нарушение правил еще один 7-метровый Испания пробьет. Наверняка это будет делать первый Нортин. Предыдущий Денальти она реализовала. Ну и вот тут идет без промка. 10-8. Замена на позиции линейного у Аргентины выходит на площадку. Капитан команды, кстати, Луси Антонелло Мэна. А вот точно атакует Малена Каво. Успевает вернуться назад. Но Испания сломила свои контратаку. Ну вот что-то и розыгрышем быстрого центра после пропущенного меща как-то тяжеловат, на мой взгляд, выглядят испанки. Ну, понятно, что турнир длинный и, в общем-то, никто не собирается форсировать события. Ну, опять же, вот идут эти перемещения, но они легко читаемые для аргентской сборной. Здесь здорово как раз смахнул мяч чисто, по-моему, кампус. и не точные передачи. Нет, убежать от Мартина карстана не удается. Но нам показывали предыдущий заброшенный мяч, автором которого стала Малена Каво. Мене трех минут остается играть до перерыва. Кампус. Карстан. Кампус, бросок к головой. Не успела коснуться мяча свели на себе Навар. Аргентина остается в атаке. Ваши наборки здесь проработала Айона Эрнандес. Ну, а вот я говорил, что он маловат контратак у Аргентины. И вот, пожалуйста, Анна Розник. Опять по серии. Ну, вот не первый раз уже лидер аргентинской сборной и Алки Карстан ошибается. Достаточно много подарков в самом деле камбалистки из юно-американской сборной делают соперникам. Тампус. Мена. Не пенальте. Очень настойчиво. Малена Каво таранила оборону соперника. Проскакивает между двоих. Не смогли ни из пенола, ни Эрнандес ее удержать. Сменирую. При пробитии пенальти Кармен Кампус провезут. Семьметровый предыдущий напоминаем не забил. Карстан. Последняя минута. Первая тайма пошла. 11-10. Игра в Даганевке продолжается. Очень цепко играет в обороне бомбаристы Аргентины. Спинола на фланг и вновь. Атака с фланга не приносит успеха Испании и Кармен Мартин. В частности, трижды в позиционных атаках ее выводят на завершение и все три раза ничего у нее не получается. Вроде бы не ошибся, что ни разу Мартин со своей фланга не забил. Пенальти, три из трех реализовала. Бросок на месте Наварро и так, ну зачем бросать мяч в сторону ворота на аргентинской сборной. Ну что ж, поединок упорный, о чем свидетельствует счет. Всего лишь 11-10 в пользу Испании. Который безусловно все считали фаворитом. Даже не скажу, что подавляющее большинство. А все ну, разумеется, самый яркий политический аргентинский сбор. И наше это рассчитывание для своей команды в этом поединке. Но Аргентина смотрится очень неплохо. Вы со мной согласитесь, Аргентина цепь играет в обороне. Испания ничего сложного для соперника в позиционных атаках не предлагает. В общем, надо, что, допустим, одной из самых опытов игровых команд Испании капитана Кармен Наркин не пошло. Вот. И вполне вероятно, что на этой позиции сыграет Майтане Очевидья. Ну и вот мы видим, что по-другому стали обороняться веки чемпионата. на самом деле Прадос и в первом тайме варьировали схему игры в защите. Начиналось только 6-0, потом что-то просмотрелось как 5-1 либо 4-2, но сейчас более явно 5-1 и и пенальти. Очень активно включилась в игру Малена Камо, она не выходила в стартовом составе у Аргентины, но потом, когда появилась на площадке и доставила уже очень много неприятностей на самом деле испанской сборной, которая, на мой взгляд, никак не может поймать свою игру в защите. Реализует пенальти, Мануэлла пиццом и наконец-то Аргентина сравнивает счет. Много до этого было возможностей до перерыва, но тем не менее ни разу это сделать не удалось. Южноамериканским и Монбалийским вот сейчас получилось. Добрал на Ардериус. Нет, няч не будет засчитан, пробежка, причем уже не первый раз рефери это фиксирует. Достаточно много вот таких нарушений провел со стороны Испании, со стороны Аргентины. Гарстен того яйцо с фланга смещается. Горсиен кстати с заменой на флангах А, нет, да, нет, на Аулин Граскелла Гарсия вместо Росарио Урбан играет на правом фланге у Аргентины. Здесь что, две минуты? Или нет? Да, две минуты испанская сборная получает. Много удалений кстати. Сесарио Элизабет Сесарио на сей раз нарушила правила. Если не ошибаюсь, где-то есть чуть-то не пятое удаление в составе испанской сборной. Да, пятое. Очень быстро перемещение опять же и уже Чаверия с фланга атакует. Да, как и предполагало. Она вышла вместо Кармен Мартин. Здесь из выгодной позиции Пиццу не забивает космячом. Да, сложная такая была ситуация для Эчеверии Навар. Достаточно рискованная передача. Чуть-чуть было до мяча не дотянул с Карстен. И в общем-то это на Эчеверии не было времени особо на обработку мяча. Тем не менее она здорово разобралась ситуация. 19-11. Карстен по центру. 9 метров в этом эпизоде. Продолжается от Агарбентины. Передача и мяч в воротах. Здорово. Летит, просто летит на замену. Микоэла Казасола. 12-12. И на левом фланге у меня стоит Гутерс появилась солидат с Лопесом. Ну, Гутерс в общем-то очень редко оказывалась с мячом до перерыва. Здорово играет карстен в защите. Смахнуло чисто, но тем не менее мяч отравленных ордерист отлетел. Ну, не только на тебя. Не только на тебя. Не и мощно. Аксессарио продавило здесь а не там Гассама оказалась. А вот здесь уже неприятности. Здесь травма. кто там пицца прибежал на скамейку запасных. Да. Нужно заморозком набрал. Реализует семиметровый. 12-12. Ну, пицца хорошо вошла в игру. Пятый номер аргентинской сборной. Вот ситуация. А она еще ну, видимо, мяч попал в палец. Там неприятно. Не знаю, сможет ли она продолжить игру. Пока, естественно, ее на площадке нет. Карстен по центру. Малина Кавла справа. А слева кто вышел? А, Касасола. Нет, бросить не дадут. Гарси возвращается на свое место. Да, вот. Ну, сейчас, может быть, затейпирует травмированный палец и на площадке. Карстен. Нет, тяжело. По центру тяжело. А шланг я что-то не припомню. Шло ли аргентин на завершение в позиционной атаки? По-моему, нет. Ни разу даже. Тоже не получается. Ну-ка, Сосолы. Скорость просто, а это Карстен была. Скорости не хватает. Потянула надела на себя здесь, если вы обратили меня на повтор, совершенно одна была Малена Каву и Ибль. сделать передача. Сейчас здорово. 18 номер аргентинской сборной отработала в защите. Острая была передача. Проиграла здесь позицию. На самом деле я должна была держать ее Лусианту Ненумена, оставлять за спиной Кабрал, чтобы она не дотянулась до мяча. Вот один тактический ход сделал Хоса Игнасио Прадес Гасам мы не видели в атаке в первом тайме. Сейчас он отрядил ее на позицию линейного и, конечно, с ней тяжеловато будет справиться. Правда, вот Ордериус облегчила задачу Аргентине, бросила думаю, не по делу, вряд ли такую установку давал. По радости вот обратить внимание, как раз он со скамеечки запасных показывает. Ну, бросок толком-то не получается, мяч прямо в каратулике. Да, ну, здесь аплодисменты вовремя с Сильвии Наварро. Отличная для себя возможность забить создала Малена Акаву, но переиграть Наварро не сумела. 13-12, восьмая минута второго тайма идет. Туга с голами. Кабрал, передача. Да, здесь втроем справились. Втроем аргентинги справились, но, тем не менее, справились с ценой удаления. две минуты получает Макарена Кандулфо. Ардириус. На мой взгляд, сейчас здоров попало так мягко нижний угол Ардириус. Все-таки, на мой взгляд, когда Армен Кампос выходила у Испании в розыгрыш, как-то поострее все получалось. Первый заброшенный мяч у Ардириуса в этом матче. Он 14-12. Касасолан, Карстен, кого, Карстен, кого, по центру и нет, в этом случае пенальти нет. Еще минуту не брать меньшинстве Аргентине. Солия Лопес там активно вперед. Мелкий Карстен, но, на мой взгляд, могла сыграть бы и поострее. Не скажу, что ли аргентинской сборной атакой мне кажется является сегодня выглядит безупречно. Не так потеряли Аргентинский мяч и вот, пожалуйста, Гасама увеличивает преимущество своей сборной до трех мячей. Такого еще не было до следующей встречи. Ну, тактический прием то, что придумал Прадос для второго тайма, он уже ящик. Гасама впереди и тяжело с ее опекой, конечно же, на полистан сборной не справиться. Ну, тем более, и вот Навара стала тащить, что называется во второй раз в сложной ситуации для себя не позволяет забить Малина Каво. Пыталась перебросить, видя, что вратарь вышел из ворот. 15-12 47% у Навара. Надежность Кабрал Кабрал и чаще с флангу стали смещаться. Сейчас Солиа Лопис ушла со своего левого. Кабрал, бросок, перекладина, кому достанется мяч? Мяч достается Гасану. Солиа Лопис 16-12. Ну, вот здесь опять же было хорошо видно, что Кабрал должна была, просто-напросто, должна сыграть на Гасану. ждала передачу и, в общем-то, думаю, окажись у нее мяч, то Малина Каво, которая рядышком была, по щепку рядом, ничего не могла сделать. Просматриваются у Аргентины определенные трудности в атаке. Испания, наоборот, нашла острый тактический ход. Опять же, вайцы Кабал Гасану. Это приносит свои плоды. Что касается защиты, то, в общем, здесь грехи в обороне подчищает Навару парочку раз. она выручила вот как раз один из эпизодов, а это второй. Оба раза на завершение была у Аргентины Малина Каво. Но четыре мяча это уже серьезно. Правда, время еще играть много. По-прежнему нет на площадке яйцо. А, нет, вы знаете, есть. Вот она в линию встала. Нет, нет. Не разглядел единичка на майке. Вот, что-то пел Уси Антонелла Мена. Я еще удивился, почему пятый номер, номинально левый полусредний выдвинулся в линию Аргентины. Нет. Уси Антонелла Мена, капитан команды, позиция линейного. А у Карстен мало сегодня что получается. На чумоку попадает потеря и контратака. Контратака свою команду выручает Каратун. Нам ее показывают, а там хотела посмотреть, что творится в ворот испанской сборной. Успели. Подопечный пролез вернуться назад. Выстроились в 5-1. С далеким ветерем вперед. В задней линии аргентинской сборной проявляет активность. Здесь очень сложно сделать передачу. Но еще одна потеря. Такое впечатление, что Аргентина устала. Просто-напросто устала. Закончился бензин. По инерции не поедешь уже. Ничего не уходит. Кабрал. Пенальти. Для команды сильный ардерий все зарабатывает. Да, Руша не правил со стороны Ялки Карстен. Еще разочек свою команду вручает нарисол карату. Прям в раскрытие бросила. Кабрал. Да, через фланг именно в позиционной атаке Аргентина не играет. Хотя те же фланги активно себя предлагают. Достается Кабрал. Но здесь игровая ситуация. Возможно разбили нос. Нет. Гарсия махнула и ничего. Вот как раз этот эпизод. Нет, все в порядке. Кабрал остается на площадке и продолжается атака аргентинской сбора. по-другому стали играть испанки в защите и определенные трудности от Бенкина возникают. Куда активнее? Куда активнее, нежели до перерыва обороняются испанки. По другой схеме Карстен в очередной раз ошибается и еще получит две минуты. Засрой в контратаке. Менять своего лидера конечно не хочет Эдуарда Гольярду. может быть без нее ты получше аргентинской сыграл но кого выпускает на эту позицию Мануэла пицца смотрит и пятый номер она уже в курочке сидит она травмирована везет везет две минуты пенальти получает Аулен Грассиел Ла Гарсия Соли Лопес ну показывает эпизод когда мяч после броска Арбериус попадает в штангу отскакивает Лопес а вроде бы без помех бросает но фол до этого присутствовал нет все в порядке Соли Лопес остается на площадке так ну кто пенальти теперь у Испании будет пробивать Арбериус но не скажу что сегодня у него бросок идет наоборот ну здесь наши рефери посовещались что решат две минуты две минуты прямой красной нету игровой эпизод ну Арбентина уже 4 первых игрока играет это конечно значительное подспорье для Испании не скажу что легко но тем не менее Арбериус забивает с рикошетом от штанги так на тоненького чуть-чуть в сторону и возможно мяч бы от штанги не отскочил ворота а в другую сторону в пятером при пустых воротах потеря чревата кого по центру передача вроде бы можно было сделать пас на фланг тем не менее не пошел он сам тяжело поднимается с пола возможно так мне казалось выпрашивает двухминутное удаление но фенальти пробьют на Аргентинке а вот никто из Испании в двухминутном штрафе не заказывал не наиграли они в этом эпизоде на удаление бросок вот вышла Мануэла Пиццо на площадку рука получается остыла попала в штангу четвером четвером бородяются гамбалисты из Аргентины гамбалисты из Аргентины ну мне кажется затягивают с передачи на фланг испанки так на фланг не сыграли Пауэлла на позиции правил полусредней решила пойти на обострение в прорезку ну вот заставила нарушить правила заставила пиццу зависит в шестиметровую зону пенальти Добрал Тачнам 18-12 из трех пробитых пенальти организовано 2 Александр Добрал и уже 6 мячей преимущества на стороне испанской сборной конечно удаление дали себя знать вот сейчас в полном составе Аргентина да и те другие не играют на фланг не хотят вот только сейчас да и то тут пицца подбежала с мячом ну да ладно такой некий бросок отчаяния мы видим вполне никого и перехват хорошо собрала в защите 19-й минута второго тайма Кабрал так кампас на площадке ушла Ардериус и по-моему там Родринис играет на позиции правого полусреднего там с мячом он выходил на полном стартовом составе в Испании но из четырех бросков реализовал только один не поменял ее радостно Эспинолу правда Тань тоже ничем не запомнилась по-прежнему позиции линейной в атаке у Испании Гассама ну раз за разом ищет ее делает на нее скидку да конечно аргентинкам очень тяжело справиться с этим мощным линейным тут за майку хватай подножки ставь ничего не поможет еще один пенальти кампас его реализует и 19-12 за весь второй тайм уже почти 20 минут прошло и Аргентина забросила только правильно два мяча команды уходили на перерыв при счете напоминаю 11-10 в пользу Испании сейчас на табло уже зала второй въехи 19-12 в пользу Испании и Аргентина в больших больших проблемах как у своих ворот так и у чужих перехват до самой первой мяча и никому не стало его отдавать и забросила сама очень много потерь у Аргентины и здорово обработала катящийся это мяч не так просто это было сделать Гасами тем не менее хорошую технику продемонстрировала да 5-1 этот переход на эту схему принес свои плоды защите в атаке блистает у испанок Каба Гасама 21-12 ну совсем Аргентина рассыпалась еще одно удаление кстати было на Аргентина но это вот момент контратаки при потере не в этом случае а в другом здесь конечно снайперские качества продемонстрировала Сильвия Наварро здорово попало 5 контратак у сборной Испании было только одна у Аргентины честно говоря даже не вспомню когда она состоялась бросок Гарси не тем занимается чем должен заниматься игрок находящийся на фланге если в задние люди ничего не идет не попробовать да все-таки останусь при своем мнении что вот кампас на площадке как-то поострее получается в позиционной атаке у Испании еще один тайм-аут берет Эдуардо Гольярдо нет на площадке уже Карстен потом у нас каменышки запасных да абсолютно не похожи два тайма если в первом шла упорная борьба а то во втором подавляющее преимущество испанской сборной да при том еще что не все броски достигают цели у сборной Испании так на позицию права полусреднего у Аргентины вышла Лусяна Мендоза вот она смещен Мендоза да мы в такой ситуации если ошибаться только это связываясь с тем что просто-напросто силы покинули аргентинскую сборную хотя с другой стороны Мендоза не играла в таких ситуациях ошибаться не должна если опять же мы берем внимание усталость Радереги забила ой-ой-ой-ой вот он да есть от чего там сквотиться за голову ассистенту Радесу с такого угла попасть да ну здесь видимо потеряла ворота на самом деле Сильвей Наварро на свой третий мяч Аргентин во втором тайме забила Радерегис хороший перевод и Соли Лопес мягко перебрасывает уже не Марисоль Карату а заменившую Софи Лайлу Миньо здорово играет Наварро в воротах испанской сборной резко выходит вперед не позволяет лечиться Валентини Киснеров а здесь разбросалась Радригес а нет не Радригес это вот Кампус Кармен Кампус Четко Испания работают после перерыва 5-1 сейчас перешли на 6-0 не точные передачи и уху вот это да есть от чему поаплодировать и на самом деле да аплодировать то стоит и тому кто отдавал пас а это была Сильвия Наварро она просто вот не было этого расстояния она просто как будто рядышком находились друг с другом мяч вложила в руку 26-13 да чуть был еще один переход перехват не случился не забивает Гарси из фланга Кампус передача нет наступила на линию там Лопес Меньше пяти минут играть Казасола она по центру сейчас справа от нее играет Мендоса да ну подарком Прадос воспользовался тут же начал контратак своей командой главный тренер сборной Испании с фланга мимо не хватило не хватило Аргентина к нам полную игру хорошо команда смотрелась в первом тайме ну тут можно воспользоваться следующей фразой команда играет так как позволяет и соперник если Испания позволяла Аргентине много до перерыва то про второй там этого не скажешь небольшая пауза в игре Мендоса неудобного положения бросает с такой позиции пробить навар практически невозможно да и технического брака конечно у Аргентины во втором тайме вагона маленькая тележка да и на грани пробежки но в данном случае пробежки пробежки не было очевидно отличилось по-моему уже в третий раз 18 номер испанской сборной 27-13 да три мяча Аргентина забросила во втором тайме приплюсовав их 10 в первом засолан на фланг на Гарсию передача ничего не получается Аргентины в атаке руси по-моему компидори на позиции линей не играла но так слухи испанской сборной она в ней вся контратака и Пауло Арпус увеличивает преимущество испанской сборной на ведении через всю площадку и спокойно здесь переигрывает ниньо последняя минута матч идет через фланг и Гарсия тоже не забивает тяжеловато ей а это место словно заколдованное да вот Гарсия несколько раз не забила правда один раз попала просто с нулевого угла а хочу напомнить что в первом тайме капитан испанской сборной Кармен Мартин на этой позиции ни разу не забили в охоточку играет испанки бросок и еще один мяч в воротах 29-13 ну до 30 почти догнали правда почти больше не забьют наверняка кому передача или забьют бросок сирены родриги сбросила итак матч открытия 25-го юбилейного чемпионата мира в Луганголу завершен сборная Испания добилась уверенной победы над Аргантиной 29-13 хотя развить